12-летний казахстанский певец Ержан Максим после победы в музыкальном проекте «Голоса» Дети рассказал, как проходило шоу, что он думает об окончательных итогах конкурса и поделился планами на будущее. С восходящей звездой пообщалась Дана Нуржан. Позади такой непростой, повторный финал проекта «Голос. Дети». Неслыханное в истории конкурса решение организаторов переснять последний выпуск, переиграть итоги. И вот казахстанский певец Ержан Максим получил заслуженное звание победителя. А вместе с ним такой статус получили все финалисты этого сезона. Юный талант прокомментировал окончательные итоги телешоу. Он подчеркнул, что все участники проекта остались хорошими друзьями. Больше всего я переживал за сложную песню «Адажу», но думаю, спел ее хорошо, и она понравилась зрителям. Конечно, я доволен, но для меня важнее растопить сердца зрителей своим исполнением. Мы очень довольны. Обид ни на кого у нас нет. Все прошло на высшем уровне. Спасибо всем, кто поддержал Ержана. Он получил приглашение в музыкальную академию Игоря Крутого. Будет совершенствовать свое музыкальное образование и участвовать в новых проектах. Впереди много работы. Сейчас у Ержана нет времени на отдых. Его график настолько интенсивный, что юный певец летает в Москву дважды в неделю. Он работает над песней в дуэте с другой финалисткой проекта Микелой Абрамовой. Артист готовится к выступлениям в России и к сольному концерту в Нур-Султане. Он состоится в конце июня. Я мечтаю быть похожим на Димаша, когда вырасту. Хочу своим творчеством прославлять Казахстан во всем мире. За день до спецвыпуска проекта «Голос. Дети» Ержану Максиму в Казахстане присудили премию «Признание года». Певцу вручили ее в рамках проведения первого республиканского детского конкурса «Жас-Уркен». Дана Нур-Жан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.